Перед началом видео рекомендую вам обратить внимание на молодой, но перспективный канал Family Shubnik. Автор снимает наш любимый арк Survival Evolved и другие игры в жанре выживания. Старается с каждым видео улучшить качество и содержание контента, периодически проводит стримы и ценит каждого своего зрителя. На канале на данный момент началось выживание с модом Анунаки. Переходи по ссылке в описании, будет интересно. Здарова, народ! У микрофона Дмитрий Паучи. Я выздоровел, я снова дома, я с вами и я продолжаю играть в мод Eternal на карте Кристальные острова. Болеть это плохо, ребята. Желаю вам и вашим близким никогда не болеть, и тогда все будет нормально. И давайте начнем, как обычно, с доски подписчиков. Маша Монро, 112, Некромант, Элеонора В, или Элеонора 5, Клаус Майклсон, Avenger 2005. Спасибо, ребята, за вашу активность, за большое количество комментариев под разными моими видео. Между сериями я болел, поэтому я ничего не делал, но, ребята, я почитал ваши комментарии, и мне помогли действительно, что эти велонозавры, они еще и стреляют вот таким вот лучом. Вот. Не очень понимаю, как его направлять. Видимо, его надо держать. Ну, огненный он не так явно, но все равно выдох есть, да, вы заметили. Более явно это выражается, наверное, на электрическом. Ну-ка. Да, вот она, молния. И давайте сразу проверим, насколько она бьет. Ну-ка, иди сюда. Куда-то в небо. О-о-о. Совсем слабенько. По 387. Одновременно. Ну, он может одновременно стрелять двумя видами, но... Все-таки слабоваты они. Все-таки слабоваты. Самая лучшая их атака, это вот ближний бой. У барашка тоже, оказывается, есть эта атака, и я ее вообще напрочь забыл использовать. Но, ребят, у него эта атака бьет, по-моему, за удар то ли 39, то ли 40, по-моему, 39. Сейчас попробуем тоже. И нам она ничего не даст. Вот представьте, 10 раз по 39, это 390 тысяч. А один прыжок, это миллион с чем-то. Нам в любом случае выгоднее делать прыжок. Вот, смотрите. 43 тысячи, это, наверное, в социалке. Нет. Нет, это от социалки, наверное, не зависит. Нет, он всем бьет 43 тысячи одинаково. Ну, в общем-то, я вот пробовал еще кого-то бить, было по 39. Почему я говорю? Видимо, все-таки еще как-то от существа зависит. В любом случае нам это не пригодится массово, это может пригодиться местечково. То есть в какой-то ситуации мы резко остановились, нет возможности разогнаться. Мы сможем попробовать добить того, с кем деремся, вот этим вот лучом. Видите, 43 тысячи. Также в комментариях мне подсказали, что вот в этом темном лесу, давайте я включу гамму или даже пропишу гамму. О, вот так вам будет виднее, что в темном лесу есть кристаллы, которые светятся. Я обращал на них внимание, но никогда не догадывался попробовать с них что-нибудь собрать. Ну, потому что я думал, что это обычные кристаллы. Вот сколько играю на этой карте, ни разу не догадывался. Оказывается, с этих кристаллов фармится осколок элемента. И фармится в неплохих количествах. Смотрите, вот уже 572 осколка я нафармил. 700, 871. Буквально пара секунд. Буквально пара секунд, и у меня в кармане 871, блин, гребаный осколок элемента. Кстати, кристалл... Да, попробовал. Думал, кристаллой киркой ударить металл. Давайте еще попробуем ради теста, так скажем. Так, никого нет. Я надеюсь. Баунд 95. Баунд 200 с лишним. 227 осколков элемента за два взмаха киркой. Мне, кстати, так ни разу и не заспавнился червь из мода. Я даже попробовал команды различные из мода Eternal, которые там есть в сайте Eternal. Ну, попробую команды. Хотя бы посмотреть, что за червь такой. Ну, видимо, он не спавнится тупо на этой карте. Ну, ребята, он не спавнится и командой. Из-за того, что Eternal постоянно обновляют, команды там не обновленные у них на сайте. Они нихрена не работают. В общем-то, у меня не получилось и командой. Ну, может быть, я не там смотрю. Может быть, есть какой-то сайт новее. У меня он тупо не заспавнился. Короче, хрен с ним с этим червем. Хрен с ним с тонной синего мяса. Я и сам его скрафчу. Сейчас Дрейка убьем только. Пойдем в сторону дома. Блин, не так уж просто его убить. Вот, кстати, возможность потестить. Вот, видите, по Дрейку он вообще по 26. Подключаем гамму. Ну, в общем-то, там все понятно. То есть, мы теперь можем добывать осколки элемента. Как ни странно, сколько я играл на этой карте. Я только теперь могу добывать там осколки элемента. Я не знаю, изменил ли это мод Eternal. Как бы, не могу быть уверен на 100%. Потому что мне не с чем сравнить. Но, раз уж есть такая возможность, то можно и пособирать. Я выкидываю инструмент, потому что разбирать уже некуда. У меня ресурсов тонна. Также я поставил, вот мне посоветовали вот такую штуку. Eternal Crystal. В общем-то, он тупо переделывает кристаллы в зеленый. Переделывает альфа снаряды в снаряды Prime. Прикольная штука. И делает он это на халяву. Также вот из гач-кристалл мне выпал источник газа. И сам газ коллектор. Eternal Gas Collector. Я вот поставил источник газа. На него коллектор. Не знаю, зачем мне это сжиженный газ. Может быть, он куда-то пригодится. Раз они сделали свой отдельный коллектор. Поэтому я поставил. Пусть собирается. Кстати, как вам моя новая покрасочка? Человек-паук. Мне сказали, что пора бы поставить еще Эва Пегамас Такса. Где-то здесь он крафтится. Dark Star and Boss Mystical Aza. Вот он. 100 штук крови у меня уже есть. В принципе. До сих пор я так и не понял, как эту кровь крафтить. Потому что в рецептах я не нашел, как и где. Ни в гриндере, нигде я не нашел крафт, ни в существах. Ну, видимо, придется мне фармить с различных животных. По-моему, на нем можно ездить. Поэтому мы его заспауним где угодно и тупо переставим. Да. Тупо переставим его. И, по-моему, он должен быть не первого уровня, а какого-то там рандомного. О, 780-ый. Нифига себе. Нам надо 3. Fuel Prime Blood есть. Primordial Boss Essence. 5 штук. А, у нас... Не, вот она. Primordial Essence. То есть, в принципе, мы можем все 5 потратить и проэволюционировать пигамастакса, но мы, естественно, этого делать не будем. Потому что мы сначала разберемся с этими гребанными рапторами, которые стоят уже хрен знает сколько серий. Кстати, давайте сразу... Да можно в него ничего в пигамастакса не закидывать, потому что у меня в тех компе делаются уже вот эти вот Fuel, Evolution Fuel. И здесь их наверняка много. 463. Раз уж мы открыли все эти рецепты, давайте из PlusTech репликатор тоже сделаем. Где-нибудь его поставим. Нам нужно место, где будет стоять все из тэка. Ну, чтобы было ровно по отношению к зданию, я временно построил вот такую дорожку. Я думаю, пока такой площадочки мне хватит. А попозже будем думать, что с этим делать. Ставим репликатор куда-то вот сюда. Все, мы готовы к крафтам. К крафтам тэк различных технологий. Так, где у меня рампы? Здесь. Итого, 3364 осколка элемента. Получается, 360 что ли элементов? Нет, по-моему, даже 36 должно получиться. Даже меньше, чем я думал. Давайте включим. Потому что сам элемент один разделяется на 100 осколков. Да, 36 элементов. Но все равно халявные 36 элементов. Разве плохо? Что нам отсюда нужно прям срочно? Наверное, прям срочно ничего не нужно, кроме тэк-кормушки и тэк-генератора. Но у нас стоит генератор из мода Eternal. Можно его включить, в принципе. И, скорее всего, он тэк-кормушку запитает. Но это не точно. Давайте включим. Забираем всю еду. Я не могу двигаться. Забираем, естественно, разрушить или подобрать. Давайте подберем. Хоть она нам и не понадобится. И сюда воткнем тэк-овскую. Ну, примерно вот так же, как стояло. Закидываем всю еду обратно. Ну, в принципе, написано, что запитно. Получается, что Eternal-генератор, он работает. Отсюда я хотел взять только кормушку и хотел еще сделать тэк-склад, который позволит разгружаться прямо на улице. Вот они. Тэк Dedicated Storage. Мне нужны, естественно, из плюсов. Я буду ставить вот эти. Но у меня нет желчи аммонита. Мне придется, скорее всего, между сериями все это собирать. Потому что не хочу вас нагружать. А времени потратится очень много. По сути, пока что с тэком все. Пока что все. Именно вот на данный момент. Позже мы с ним еще позаморачиваемся. В комментариях написали, Паучи, чего ты мучаешься? Призывай этих боссов и все, и убивай. И тебе будет гораздо проще. И да, судя по всему, мне будет гораздо проще. Здесь всего лишь надо Дина Блад, кровь. Дина Хёрд, сердце. Металл и универсальные артефакты. Ну, получается ерунда. Тогда сейчас я отнесу все эти ресурсы туда, на спавнер, на самонер, который у нас вдалеке от базы. И нам остается... Бигфута я, по-моему, убил уже. Мамонта убил. Рино. Рино, по-моему, убил. Я не убивал Виверну, не убивал Гигу. Попробуем убить вот этих двоих товарищей и проэволюционировать одного из рапторов. Ну, в принципе, можем сомонить, ребята. Я все принес, все положил. Это у нас Мистикл. Давайте с Виверной. Потому что она будет наиболее сложная, судя по всему. Да, вот он пошел, процесс призыва. Сейчас начнет формироваться вот этот купол. Или не начнет. Фиг его знает. Может быть, она просто призовется. Бам. Она просто призвалась. И она за мной сразу летает, да? Я надеюсь, она никуда не убежит, не начнет от меня сваливать. Это было бы обидно. Надеюсь, что все будет хорошо. Потому что если она начнет убегать, то это капец. Насколько я помню, если она уходит за горизонт, она диспавнится. И все, и все надо делать сначала. Какой-то в прошлый раз вот именно с Вивернами геморрой был. Блин, бил бы мой барашек хотя бы полтора-два миллиона. Я бы этих боссов раскладывал вообще в три секунды. Надо будет заняться разведением. Вот с боссами подеремся. Проэволюционируем Раптора, если у нас все будет хорошо. И сходим, посмотрим барашков. Ну, давай уже. Я же вижу, что тебе конец. Есть. Изучена энгрома Unlocked Scorched Earth Engram. Ну, окей, окей. Надо ли мне это? Вот в чем вопрос. Броня получше, чем у меня, судя по всему. Это у нас 13900. Ну, чем плохо? Ничем. Все остальное можно выкидывать, потому что эта броня не разбирается. Она бестолковая в этом плане. Морковку оставляем. И кристаллик, кстати, тоже дали. Так, Самон, Мистикл. И последний. Гига. Гига, по идее, должен быть самым сложным, но это не точно. Вот он. Кстати, по-моему, он был такой. Больше шипов всяких было. Его поменяли. Он стал какой-то гига-единорог, а был прям гига-борзый боевой. Может быть, в хардовом моде. О, боевой, блин. Боевой 200к. Нифига себе. Вот это да. Надо аккуратно проскакивать. А получится ли? Он своим ударом меня останавливает еще. Совсем прям по-касательной. Пошел бы он в жопу. Со своими укусами. И попадает же. И каждый раз, когда попадает, я останавливаюсь. Прям по-касательной. Даже на каком-то и расстоянии я, видите, задеваю. А у меня нет. Да, его чуть дольше мне придется убивать. Это уж точно. Немножко приловчился. Когда вот так вот бьешь по-касательной и немножко в сторону. Не каждый раз получается попасть, но он по мне не попадает. Так, бам. Бам. И в сторону отпрыгиваешь. И он как бы не кусает, получается. Блин, как же это долго. То очень долго. 153 миллиона. Капец. Просто капец. Есть. Наконец-то. Наконец-то я его убил. Такое ощущение, что с него всякая фигня выпала. Только эссенции. И только кристалл. Одежда никакая не упала. Да и как бы хрен с ней с этой одеждой. Так, кстати, кого-то мы же можем здесь еще и за металл вызвать, насколько я помню. Да, вот. Харбингер Анкила и Харбингер Фрог. Я вот не помню. То ли их можно приручить, то ли с них... А, вот нет. С них спавнится Харбингер Битл. You can tame. Только чем они там? Тейм какашка? Или просто нужно подойти и ешку нажать? Давайте Анкила убьем. Раз уж пошла такая пьянка, после этого гиги мне этот Анкила будет вообще ни о чем. По-моему, что-то поменяли в последнем обновлении. Я куполов не вижу. Просто какой-то луч в небо. Может быть, у меня что-то не прогружается. Ну-ка, что там у тебя по здоровью? Ну, тут все было гораздо проще. Гораздо. И он пошел покорять небеса. Улетел туда-то. Тень я вижу сумасшедшую. Он надо мной. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А где жук? Должен заспавниться жук. Не надо разобрать Анкилу? Не вижу. Должен быть жук. Вот он. Да, жареное мясо. Окей. Я его приручил. Это что? Это чья сумка? Да фиг знает, чья это сумка. Стой, 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 дружочек, стой. Отсвистываем его. Посмотреть инвентарь. То есть, на нем нельзя ездить. И в нем, по-моему, что-то производится. Конкретно вот в этом, по-моему, то ли металл, то ли что. Короче, в него надо что-то положить, чтобы он начал что-то производить. Я тестил этих жуков в прошлом выживании, и ничего хорошего там не было. Гораздо проще было все в гриндере. Получается? Ну, ладно. Отправим домой, но досуге, может быть, займемся. давайте пробовать, что у нас получится по этим гребаным эссенциям. Так. Это все сюда. Морковку пока тоже сюда. Кроликов я в глаза не видел. Надо будет, кстати, включить Примент Гибернейшн и посмотреть, есть ли они на этой карте. Примордиал, эссенции, все на месте. Только слиток металла нужен. Кладем сюда металл, делаем. Пожалуйста, скажи, что сделалось, не знаю, 120 штук. Я тебя прям прошу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 12! Да, 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 12. Не, прям я вообще, у меня нет слов, как я рад, что целых 12 штук сделалось. Для этого крафта у нас теперь все есть. Нажимаем, включаем крафт. Естественно, мы потеряем вот эти вот года, но ничего не поделаешь. Все, один раптор пошел эволюционировать. Я уже знаю, что Даркстар, он бесполый, но все равно есть смысл сделать двух Даркстаров, наверное, может быть, одного запасного, или чтобы их в паре кидать на какого-то супер-босса. Ну, не знаю, мы пока сконцентрируемся на одном рапторе, да, а потом уже подумаем насчет второго Даркстара. Второй будет пока что запасной. Так, ну, вот здесь вот, видите, купол набирается. Здесь набирается. На нем можно же ездить, я надеюсь, без седла, да, это у нас Эво Карно 76. Непонятно, почему не рандомный левел, а почему именно такой вот, который я вкачал. Даже не знаю, что делать, он продолжает упорно держать тот уровень, который я им прокачал. Может быть, даже есть смысл их прокачивать. Так, ну, причем для этого крафта у нас тоже все есть, ребята. у нас для этого крафт тоже все есть. Уху-ху, давайте-ка попробуем все-таки прокачать его, ради прикола. Ради прикола. У меня бутылочки-то есть. Возможно, он будет рандомный именно когда он станет Даркстаром. Я допускаю. Вот, 64 уровня, все в урон. Все, готово, давайте запускать. Следующий, по-моему, Рекс, если не ошибаюсь, или Алазавр. По-моему, Алазавр даже. В общем-то, сейчас посмотрим, кто следующий. Сразу запоминаем, Карно, 140-й. Если следующий будет 140-й, это будет уже подозрительно. Ну, стопэ. Алазавр, 139-й. Он даже на один уровень меньше. Как это принимать, воспринимать, я не знаю. Ну, я думаю, что у нас тоже все должно быть. Я довольно-таки много делал этих Eternal Киблов. Если не хватит с крафтем, нет, можно. Следующий, по-моему, Рекс. Стой, 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 не ходи за мной. Есть. Стой, 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 какой ты шустрый. Весь разноцветный. 138-й. Минус один уровень. Это уже начинает смахивать на какую-то закономерность. Эворекс. Давайте следующий, по-моему, будет гига, если не ошибаюсь. Смотрим. Да, да, следующий, эво гига, 138-й. Уровень прям держится, как назло. Прямо, как назло, держится. 153-й, 153 у него хп, 153 тысячи. Сюда куда-то его выгоним. Он отсвещенный? Да, вроде отсвещенный. нет, не отсвещенный. Отсвещиваем. Окей. На гигу есть ресурсы? Есть. Вот теперь я не помню. То ли будет Индоминус, а, нет, Додорекс. То ли будет Додорекс, то ли Индоминус. Но если будет Додорекс, то следующий уже, скорее всего, Даркстар. Эвен Доминус Рекс. Это уже подозрительно, ребята. Это подозрительно. Ладно. Даем еще шанс. Ну, а этим selected. Мистери элемент мне не хватает. Что такое мистери элемент? А, мне уже придется поубивать Бионик Гигу, чтобы добыть этот мистери элемент. Тогда мы забираем отсюда. Я даже думаю, что может быть стоит этого Индоминуса подкачать, чтобы совсем уж не попасть. Ладно, Индоминуса мы пока что в сторонку, потому что для его эволюции нам уже нужно будет добыть элемент. Но мистери элемент это вот такие вот тег шарики, тег орбы. Но я хотел бы попробовать просто ради интереса сколько он бьет. 20к. Понятно. кстати, его прокачка много времени не займет. Сколько пробежал 3 метра уже 14 уровней. Ну окей, следующий я так понимаю будет Долу Рекс и потом уже Дарк Стар. Но я чувствую, что придется делать эволюцию заново. Я конечно уже все равно ничего не поделаешь с этим Эван Домиусом он не прокачан и он 191 уровень. Я так понимаю, что если прокачивать каждую ступень к эволюции, то выйдешь там на неплохой уровень в итоге. Но либо это поменяли и теперь надо прокачивать, либо это не поменяли и Дарк Стар будет рандомного уровня. В общем, мы это узнаем чуть позже. В любом случае нужно идти и искать барашков. У барашков есть пол, правильно? Да, он мужской, их можно спаривать. У меня этот барашек был не топовый, насколько я помню. Поэтому нужно найти одного-двух хороших барашков и их уже спарить и получить барашку, который будет бить полтора. Но если два миллиона, то вообще это будет восторг. Пока на Эндоминусе домой шел, заспавнился бобер из мода. 380-й Eternal Кастраидес. Я думаю, что можно приручить. Вот, кстати, Птер его усыпил просто самым пассивным образом. Давайте закинем. Уложите еду, но он должен кушать и Тернлберя. А вот он ее скушал. Мы его возьмем домой и посмотрим, что он добывает. Он наверняка тоже что-то такое добывает из дерева. Видите, какой баг. Что это значит? Что это за кокосик зависший? Ну, как бы ладно. Он ни на что не влияет. Отправим его домой. Мне просто интересно, что он добывает из дерева. У него наверняка есть какой-то свой прикол. прайм и Теранус. Я вот, если честно, до конца не понимаю предназначение этого существа. Видимо, если играть с этим модом Трайбом, может быть, тогда его брать на боссов. Но вот в одно лицо наверное нет смысла его приручать. Он скорее всего не очень сильно бьет и скорее всего он делает какой-то баф. Так же, как и все. Оба-на! А вот это было неожиданно. 580 прайм вива. Наверное, надо ее приручать. У меня совсем немножко лечилок осталось после боя с боссом или с гигой. Он все лечилки мои потратил. Но надо приручать. Я ее убил? Фух, я думал ее убил. Это был баблом. Так, стоять. Ну, нормально накапливается. Попадать бы еще в нее. куда было вообще хорошо. Вот куда-то ее утащить от воды. Здесь почему-то подлагивает. А, о, фух, чуть лишний раз не ударил. О, идеально, идеально. Прям там, где надо она уснула. Наверху то ли дерево, то ли кто-то красный. Наплевать. Наплевать. Ей надо прайм мясо. Ух, сколько эволюции. Я уже вот это вижу. Сколько надо, не важно. Отдаем столько, сколько сожрет. Еще одно. Да. Все, у нас есть прайм виво почти топовая. Без 20 уровней почти топовая. 869. Ух, тут тоже интересная эволюция. Айс виверно, фрост виверно. Ну, ладно, мы посмотрим это на базе. Но я уже знаю, в кого я буду эволюционировать. что там. Вот, барашка бегает. Уровень, уровень. Не вижу. Скажи, что у тебя хороший уровень. Почему я не могу посмотреть? Сколько? Сколько? 540. У кого-то было 600. Я думал, что это барашка 600. Да блин, можно приручить. Тупо пусть будет, так сказать, да? Давай, спать. Есть, откинулся. Баран у нас кушает Eternal проймит две штучки. Отлично, приручился. Отсвистываем тебя и отправляем домой. Все, наступает ночь. Я, пожалуй, что на базу. Как только наступит утро, я вернусь сюда и мы продолжим. Ну, пока что тишина. Больше я не вижу ни одного Овиса. Я попробую полетать туда-обратно, может быть, заспавниться. О, ребятка, червячок. Причем сразу Альфач. Ребят, я нашел червя, которого я пытался призвать. Видимо, он все-таки призвался. Я говорил, что не призвался, но, видимо, он призвался, потому что он первого уровня. Там команда была, по-моему, на спаун как раз первого уровня. Грабоит первого уровня 275к ХП. Блин, единственное, что я боюсь его испоганить именно Птером, потому что я его, скорее всего, либо усыплю, хотя он разве усыпляется? Если он не усып... А, он не усыпляется, я могу его Птером убивать. посмотреть, какой с него лут. Да, скорее всего, это тот, кого я пытался призвать, но почему-то он мне не показался, когда я тыкал эту команду. И почему он тогда только один? Потому что я пробовал команду неоднократно. Ну да ладно. Ух. Бьет он не кисло так по 18к. Мне говорили, что он бьет там по миллиону. ну явно там значит уровень другой, не первый. У меня вот такой первоуровневый. Ну это такой червь, я просто хотел посмотреть, как они выглядят. Ну что, отрегенился что ли? Я, по-моему, уже довольно-таки много ударов ему нанес. Все, гробоид, паразит мне выпало. И 361 Eternal Prime Мид. Давайте, чтобы все это было честно, я выкину то, что мне упало незаконным путем из этого гробоида. Таким вот образом. Ну, как бы я просто хотел посмотреть, как он выглядит. Вижу. Вижу. Точнее, не вижу, а слышу. Сначала я вас услышал, а теперь уже вижу. Еще один 540-й самка. Я думаю, что... Блин, самка. Я не помню, кого мы приручили. Но давайте самочку возьмем. Вдруг пока что мы другого не встретим. Спарим хотя бы этих. Последний удар. И приручаем. Ух ты, топи-жара какая, сволочь. Пока мой птер серит, будем его приручать. Там надо, по-моему, 2 eternal mid. 2 штучки, да, 2 хватает с головой. Я думаю, даже на 600 его 2 хватит. Отправляем его домой. Ну, кстати, elemental poison трайк. Я искал более живучего трайка себе, чтобы собирать ягодку, да и просто, чтобы он был. Давайте посмотрим, у него накапливается оглушение. Смотрите-ка, у него не накапливается. А вот так? А вот так уже наверняка накапливается. И он уснет с одного хлопка. Больше мне не придется его кусать. Да. Я дам ему буквально несколько eternal бери и он будет наш. И, кстати, на этом трайке я кое-что смогу потестить. Отлично. 869 трайк. Это круто. Отправляем его домой. 600-ый, ребята. 600-ый Овис наконец-то. И он прям заинтересован этим Кармо. Блин. Вот это такой, кстати, момент. А ты? Не понял. Не понял. Это какой-то другой, что ли, уже? 520-ый. Но мне это нужно 600-ый. Куда он делся? Вон он, да? Нет, от него. Или я опять что-то не то увидел? Только что здесь был 600-ый Овис. Где он? Здесь просто толпа Овисов заспавнилась. Прикольно. Попробую всех повырубать. Я даже пол уже не смотрю. Блин, опять. Опять это случилось. Валим. Валим. Гребаный козел. Ай, 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 ай. Нет. Нет, пожалуйста, не бегите в мою сторону. Блин, это капец, ребята. Тут просто толпа миньонов. Отвалите. Отвалите, гребаные миньоны. Он бежит за мной. Он меня убьет? Нет, я не дамся. Я не дамся. Я надеюсь, птер проснется. Он должен встать очень быстро. ой, 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 что творится? Охренеть. А, все, они диспавнились. Прямо на моих глазах. Так. Аккуратно. Аккуратно. Посмотрим, что с моим птером. Он мертв. Гребаный трындец. Минус птер. Офигеть. Он мертв. Я тут бегаю, жду, пока он проснется. А он, видать, догорел. Либо его добили барашки. Ну, капец вам, бараны. Папа пришел. На. Блин, как он жестко прожигает-то. Да ладно, он меня шотнул. Он меня шотнул. Уиджа. После телепорта он становится богованный и куда-то пытается уйти все время. Главное, чтобы он в меня вот этим гребаным лучом не попадал. А он пытается это сделать. Он пытается это сделать. Так. Что тут у нас? Ну, все, он скоро ляжет. Он уже пытается свалить. Все, не такой ты крутой Бэтмен. Уже на боку ножками в стороны. Это у нас по-моему 580, если я не ошибаюсь. 580 мужской опять. Опять мужской. А, блин, я все пытаюсь дать ему этот корм обычный для травоядных, но он не сработает Этернл Горя. Отлично. 580 самец. Надеюсь, 600 и самка. Тогда будет просто идеально. еще одна Праймал Виверна, что ли? А, Этернл Альфа Виверна. Он такая не нужна. Можно ее вырубить, чтобы она не мешала тупо. Ну, или даже приручить 500 все-таки. Я думаю, там ничего такого особенного она не попросит. 7 Альфа Мид. Ничего себе ничего особенного. У меня даже столько нет. давайте вот так сделаем. Ладно. Еще одна леталочка домой. 600 барашку я не могу найти. То ли он подрался с кем-то куда-то убежал, то ли что. Ну, как бы барашки здесь спавнятся часто. По-любому я найду. Между сериями я поищу еще. Не буду сейчас тратить время. Погнали смотреть кого мы там приручали. Я думаю что барашков мы смотреть не будем потому что ничего нового там не покажешь. Надо будет смотреть кто у нас получится после разведения. Поэтому с барашками пока что все. Вот еще один 869 вот это самый крутой получается. Это был 580 до приручения. Сейчас мы посмотрим Кастараидоса посмотрим двух виверн и посмотрим трайка Elemental. Но прежде чем мы это сделаем я хотел бы сделать еще два зелья эволюции до которых у нас руки не дошли. Первый Elemental Evolution Potion Второй Elemental Cursed Potion Это тоже две эволюции в этом моде которые заслуживают какого-то внимания. Я же его взял Козюля. Ты у нас Elemental и ты довольно-таки тоже бесполезный. Даем прожимаем и вот она пошла Cursed Evolution Cursed Эволюция Если вы замечали бегать с таким серым свечением с белыми глазами существа Cursed они дают дебаф по-моему что-то вроде слепоты в общем-то сейчас потестим что это значит и тадам у нас появляется Cursed Elemental Pteranodon выглядит эпичненько я забыл снять седло соответственно он у нас без седла теперь но это не проблема седло у нас осталось мы по идее можем его опять прокачивать он 777 сейчас я не буду это делать хотя хотя у нас же есть large portion нет не буду тратить не буду просто попробуем по остаткам 152 152 тысячи хп 71 выносливости я не обратил внимание изменились ли статки вот честно не обратил да и пофиг потому что он все равно будет не особо сильный вот с каким-то дебафом бьет животных с каким-то небольшим дебафом если бы ударили нас с таким дебафом мы бы поняли а так непонятно вот видите какая-то аура появляется сейчас посмотрим может быть у него что-то отнимается ничего не отнимается у него то ли слепота то ли что-то вот такого плана но смотрится эпичненько согласитесь такое существо с серой дымкой с серыми глазами теперь трайк теперь трайк даем ему обычное село судя по всему до 238 тысяч хп 19 выносливости но главное вес 35 400 и полторы тысячи урона я так понимаю что он довольно-таки быстрый ну-ка да вот так гораздо веселее так гораздо веселее огородик наш растет кстати ну то собирает ягоды абсолютно так же а вот урон у него уже не такой же у него должна быть вот эта атака да она у него есть лайди такая никак не лайтинговая ну все равно струя зеленая не знаю как ее назвать отравляющая струя то есть теперь мы можем за себя постоять я вот не знаю работает ли она как усыпление нет я его не усыпляю я его не усыпляю ну как бы и хрен с ним с ним я драться не собираюсь он все равно сильнее но я собираюсь сделать кое-что другое давай те хп прокачаю дадим ему вот этот вот поушен заберу только орбы заберу сердца которые мне выпали заберу так днк то на что poison eraser это фигня и даем ему elemental evolution поушен это еще одна elemental эволюция и она срабатывает и насколько я помню это elemental эволюшен переделывает всех в ледяных вот если я не ошибаюсь но по крайней мере те кого я пробовал эволюционировать все стали ледяными смотрим да это почему-то у нас уже не трайк хотя написано трайк это у нас теракозавр и он ледяной седло я естественно не снял все как всегда делаем новое по остаткам осталось по-моему все то же самое по моим ощущениям он просто стал ну трайком с другим элементом бегать только может чуть-чуть побыстрее сейчас мы где-то здесь это и попробуем вот на нем один удар и мы все поймем ну вот чуть-чуть может быть он сильнее стал не знаю ну-ка на С ну примерно то же самое вот честно примерно то же самое отвали отвали от меня не подходи блин почему я с него соскочил а он вырубился мне теперь что придется ждать что ли или что хотя пусть поспит попозже с ним разберемся Кастараидос даем тебе седло 119 тысяч хп 15 тысяч выносливости вес 13 тысяч урон 637 225 скорость естественно я буду качать ему урон единственное его наверное будет показатель это то что он собирает иначе он будет бесполезный должен собирать и ягодки в принципе собирает самые обычные ягоды то есть уже он не удивляет я надеюсь из дерева что-то волшебное будет добывать будет добывать только дерево да понятно то есть самый обычный бобер на цена x alt control у него ничего нет но с увеличенным здоровьем инвентарем и наверное атакой обычная делка 1400 ну такое так держи седло вот это вот другое дело уже миллион 167 тысяч хп 100 тысяч выносливости 23 тысячи веса 874 урон нам это ни о чем как всегда не говорит это все надо пробовать троек за мной следует надо его как-то отвистать ну ладно летает быстро главное чтобы это не стало проблемой с учетом прогрузки карты там каких-нибудь вылетов и так далее только лучик посмотрим но здесь ничего хорошего никогда не падает ракета седло на бронто такое такое в этой виверне нас может интересовать только урон 19500 немножко это совсем чуть и выдох по 9700 ну я думаю здесь все понятно она кстати вот довольно таки удобно рулится не на мышку а именно крестиком ну и мышкой тоже мышкой тоже кстати ну вот по урону она нам никакой пользы уже не принесет получается она у нас просто для коллекции xc alt control ничего ребята ничего у нее нет вторая виверна гораздо более интересная миллион 345 тысяч хп по хп то же самое по выносливости чуть больше вес 331 32 тысячи урон 1056 прокачивается слабенько но эту виверну мы сможем потом эволюционировать но сегодня мы посмотрим только то что она умеет в этом воплощении укус укус 47200 вот это уже другой укус совершенно совершенно другой укус дадим ее я буду прокачивать в максимум даем 50 про 50 уровней нормально давайте кто-нибудь кто-нибудь кто на меня 84000 она сейчас бьет укусом выдох о дудуракс много раз по 15к ну пока что не впечатлило пока что не впечатлило я чувствую на этом дудураксе я прокачаюсь в максимум еще и дракон тоже здесь есть минус есть минус дракон ну мне кажется что это верно хорошее приобретение я обязательно проэволюционирую первую нашу верну в ядовитую я хочу чтобы у нас был новый успляльчик взамен неончика который сегодня погиб смертью храбрых ну что ребята пришло время раздать имена огненный велонозавр получает имя люцифер лайтинговый теперь бзик и робот энфорсер получает имя error 404 на этом друзья серию закончим я надеюсь вам понравилось всем спасибо кто зашел и посмотрел всем пока пока